Большое здоровье, шановные украинцы, украинцы. Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки. Сегодня рабочий день в нашем городе Одесса. Визит Марка Рютте, премьер-министра Нидерландов, его команды, наши переговоры. Есть решение по ракетам для патриотов. Нидерланды дают дополнительные ракеты. Мы сегодня обсудили с Марком и другие общие шаги по обороне Украины. Отдельное внимание о защите Одессы всего нашего юга, от Дунайских портов до портов Большой Одессы. Обсудили защиту наших коридоров и экспортов в Черном море. Мир признает глобальную роль Украины, гаранта продовольственной безопасности. И четко поддерживает то, что мы должны сохранить и усиливать это значение. От украинской силы напрямую зависит социальная стабильность многих стран. Сегодня были в Одесском порту. Были доклады военных, чиновников о нашем единстве с мировым рынком и защите украинской акватории Черного моря. Провел совещание о ситуации в Одесской области с руководителями правоохранительных органов, представителями областной власти, военным руководством. Ключевое – это, конечно, подготовка к зиме, защита энергетики, восстановление того, что было разрушено российскими ударами. Я благодарен всем, кто работает, чтобы наши люди были защищены. Пройти зиму и дать мощный ответ на российские удары по Одессе и по одесскому региону, по городам, области и всей Украины. На это сейчас направлена работа всех в системе власти и наших дипломатов. Будет больше защиты нашему государству. Имел честь сегодня посетить наших воинов, восстанавливающихся после ранений. Вместе с Марком были у них, пообщались. Я отметил военных и врачей, которые им помогают государственными наградами. Встретились с воспитанниками военной академии в Одессе. Хороший разговор. Благодарю вас, ребята, за ваше внимание, за ваши вопросы. Ребята, девушки, молодцы. Сегодня же из Одессы обратился к участникам встречи объединенных экспедиционных сил. Это формат регионального сотрудничества на севере Европы. Соединенное Королевство, Швеция, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия. Встреча состоялась на шведском острове Готланд. И это весомый сигнал, очень символическое место для разговора лидеров о безопасности Европы и долгосрочной надежной защите наших стран, наших людей. Если посмотреть на карту, то можно сразу понять, почему российские государственные пропагандисты призывали захватить этот остров. Готланд – это контроль над всем регионом. И этот регион Россия тоже пытается дестабилизировать. Когда я обращался к шведскому парламенту в 1922 году, в начале полномасштабной войны, я говорил именно об этом. Насколько важно быть сильными всем в Европе, во всех частях континента, в каждой такой стратегической точке, как Готланд, от которой зависит общая безопасность. И, кстати, я благодарен за сегодняшнее итоговое заявление о встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил. Сильные заявления. Поддержка Украины. В частности, поддержка на пути в НАТО и четкое осуждение российской агрессии. И готовность помогать нам так, как нужно, для победы в войне. Спасибо. И еще несколько вещей. Сегодня с Молдовой подписан протокол о совместном контроле на границе в пункте пропуска для железной дороги Кучурган-Новосавицкая. Это еще один маршрут нашего экспорта, дополнительный транспортный коридор, который точно усилит весь наш регион. Благодарю вас, Молдова. И хочу поблагодарить сегодня наших воинов, именно тех, которые защищают наше небо, в частности, на юге государства. Наши огневые группы, 13-й отдельный зенитный и пулеметный батальон, 5-я бригада Насгвардии и 14-я радиотехническая бригада. Благодарю вас, воины. Слава всем, кто сражается ради Украины. Спасибо всем, кто помогает нам. Благодарю тебя, Марк, за визиты и переговоры сегодня, за всю поддержку. И благодарю тебя, Одесса. Обязательно мы восстановим все, что разрушила Россия. Слава Украине.